Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать в гостеприимной Астане. Здесь подходят мероприятия по разным направлениям, но это позволяет нам на полях этих международных встреч проводить контакты по региональной проблематике, в частности по отношению между нашими близкими людьми и Азербайджаном в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами, президентами. Дмитрий Малиев, дмитрий Пашинянов в ноябре 2020 года и в декабре 2021 года эти мероприятия подписаны на высшем уровне, как я уже сказал, они закладывают на основу урегулирования всех аспектов отношений между Украиной и Азербайджаном и всех аспектов установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. И отдельная тема, конечно, это согласование первого договора, дополнение к договоренности о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций и о проведении делимитации через создание двусторонней комиссии. Я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно пополнения договоренностей, которые они подписали. Поэтому я рад этой возможности и уверен, что мы сегодня сможем лучше понять, как нам двигаться дальше. Еще раз добро пожаловать по планету. Уважаемые Сергея Викторовича, коллеги, я хотел бы поблагодарить, во-первых, Сергея Викторовича вас за эту инициативу. Это уже стало хорошей традицией, когда на площадке международных организаций мы также находим возможность для того, чтобы обсудить вопросы по сконфликтным урегулирования. Последний раз такая встреча была в мае в месте Ушанбе, тоже на полях свит СНГ. Мне кажется, что сегодня с тех пор было достаточно большое количество контактов, встречи как на двусторонней, так и на многосторонней основе. С этой точки зрения, мне кажется, сегодня было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Мне кажется, что, как минимум с нашей стороны, мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, который непосредственно отличает министра иностранных дел. Это вопросы мирного урегулирования, по которым у нас была недавняя встреча. Но в то же время, со своей стороны, я хочу отметить, что было бы полезно, конечно, переговорить и по другим вопросам постконфликтного урегулирования, в число которых, естественно, входят вопросы делимитации государственной границы, а также вопросы открытия коммуникации. Ну и отдельно, глобумя, что мы также затронем вопросы урегулирования государственной границы. Уважаемый Сергей Викторович, Сергей Викторович, дорогие коллеги, рад видеть вас. Я думаю, так как вы заметили, Сергей Викторович, хорошая возможность использовать наши встречи на разных международных площадках, чтобы также попытаться найти решение по проблематике нормализации отношений между Армией и Азербайджаном, по всем ее аспектам, а также и по проблематике Нагомин-Карабахского урегулирования. Вкусно ли тех трехсторонних заявлений, которые вы отметили, трехсторонние заявления 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 января 2021 года. Спасибо. Спасибо.